Близнецы, всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео мы с вами будем смотреть ваш тормопрогноз на декабрь 2020 года. Завершающий месяц, наконец-то этого сложного периода, надеюсь, что все-таки 2021 год вас порадует новыми яркими событиями. Но, тем не менее, нам нужно с вами прояснить ситуацию, чем же год завершится и с чем вы будете входить в новый этап. Итак, работать сегодня будем с двумя колодами. Первая основная колода это Таро Золотой Нити, вспомогательная это Викторианская Таро Ленорман. Простите, Викторианская Ленорман. Значит, для тех, кто впервые на моем канале, рассказываю, как мы с вами устраиваем работу. Будем смотреть общие энергии месяца, а также событийный ряд, что вас ожидает в работе, финансах, здоровье, личной жизни. Плюс запросим совет от карт, по сути, как вам провести данный период, на что обратить внимание. И на Ленорман будем смотреть неожиданные события этого периода. Напоминаю вам, что расклад является общим. Он не может однозначно отыграться для каждого из вас. Примите, пожалуйста, это во внимание. Возьмите на заметку. Ну, давайте смотреть, к чему же вам готовится, на что обращать внимание. Общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, ой-ой-ой, чуть не зацепили камеру, точнее, зацепили. Так, что вас ожидает по финансовой стороне вопроса, что ожидает вас по здоровью, что ожидает в личной жизни и совет от карт. Итак, сейчас все арканы поправим, все вам будет видно. Ну, давайте смотреть, к чему вам готовится. Так, общие энергии месяца. Здесь борьба, конкуренция. С чем или с кем конкретно борьба? Это может быть как борьба самим собой, самой собой, в плане преодоления лени, хандры, апатии, усталости, нежелания что-либо менять, что-либо делать. Это может быть борьба с вредными привычками. Это борьба за новый образ жизни и качество жизни. Также это может быть борьба с конкурентами, оппонентами, близкими, коллегами, то есть с кем угодно. Поэтому данный этап конкуренции мы с вами будем прояснять, с кем же вы тут будете бороться и за что. О чем здесь у нас идет с вами речь. Ну, по этим арканам здесь падает у нас король мечей. Значит, у некоторых это может идти борьба правового порядка, то есть это судебные инстанции, судебные тяжбы, иски. Неважно, чего они касаются. Алименты, наследство, дележка имущества, правовые споры с работодателем, соседом, кумом, братом, сватом. То есть не имеет значения. Карты здесь указывают ситуативно о том, что для многих из вас это будут такие вот болезненные судебные переприти. Например, штраф или там какая-то ситуация, которая, например, вы раздругливаете длительный период. Или судебные тяжбы после ДТП. То есть у каждого может здесь быть свое. И еще такой момент. У некоторых здесь могут быть накал страстей соперничества с партнером с целью отстоять, ну, знаете, как право, кто в доме хозяин. Вопросы манипуляции. И у некоторых может быть напряженное взаимодействие с работодателем. Так как ситуация, здесь и карты многогранны. Почему я озвучиваю все варианты, а не просто говорю, как мне говорят, некоторые не в попад, лишь бы что-то сказать. Это не индивидуальный расклад. И делаю я его на многотысячную аудиторию. Поэтому вот эти связки арканов для каждого отыграются индивидуально по работе. Двойка пентаклей. Сомнения, колебания для некоторых выбор. Уйти или остаться. Но чаще всего это, как правило, совмещение двух видов деятельности. То есть есть один источник дохода. Да, вы для себя хотите открыть некий новый дополнительный страховочный. Если, допустим, здесь мы рассматриваем неработающих пенсионеров, то здесь нестабильная ситуация в плане работы. Работы как таковой нет. Могут быть разовые либо временные заработки. И здесь, знаете, допустим, у вас есть пенсия по этой карте. Так как еще добиваться субсидий. Либо каких-то дополнительных социальных выплат. Если вы в статусе соискателя, сомнения. А в ту ли нишу вы направились? А в ту ли отрасль вам нужно искать? А вообще для вас ли это деятельность? Ну, понимаете, и для некоторых это еще, допустим, если у вас две вакансии. Сомнения выбор, куда подастся. Но вообще, поскольку здесь падает старший аркан колесниц, это все-таки совмещение двух работ, двух видов деятельности, двух направлений. И если вы наемный сотрудник, здесь ситуация по сути аналогична. Совмещение двух работ либо двух должностей. Кстати, некоторые из вас, порядка 10% тех, кто смотрит, сомнения, колебания, уйти или остаться. И для вас здесь будет переход на новую работу. У тех же, у кого свой собственный бизнес, это идет, знаете, как акцент на расширение новой филиалы, новые возможности, новые полномочия. Это на расширение деятельности, попытки для себя реализовать, открыть новые возможности. Если рассматривать финансовую сторону вопроса, здесь у вас падает старший аркан жрец. Жрец сам по себе никогда на финансы не указывает. Он указывает в первую очередь на покровительство. Здесь может быть финансовая помощь от супруга, отца, наставника. И вообще, вот этот аркан часто указывает, во-первых, на ваши траты. Они могут быть связаны как с вопросами диагностики и лечения, так и связаны с обучением или образованием. И неважно, как вашим, ваших детей, потому что здесь вкладываться в развитие. Но мы с вами дополним, дотянем, чтобы посмотреть, что здесь идет. Здесь идут денежные переводы. Если смотреть, какова будет финансовая ситуация, к сожалению, нестабильно. Объясню вам почему. Деньги как пришли, так и ушли. Сразу утекают сквозь пальцы. Поэтому в рамках декабря, к сожалению, не будут возможности отложить, накопить, создать себе какой-то дополнительный финансовый капитал, финансовую подушку. Но, тем не менее, деньги есть. Это уже радует. Это уже плюс. По здоровью. Девятка кубков. Шикарная карта. Как в эмоциональном плане. В физическом. Это прекрасное состояние души и тела. Прекрасное расположение духа. Единственное, что карта может служить предостережением относительно ситуации и вопроса. Не переедать, не злоупотреблять яствами. Возможно, алкоголем. Либо, если там кто увлекается какими-то вещами. Ну, токсического характера. Кстати, это обязательно могут быть наркотики. Здесь может быть, знаете, как еще переизбыток БАДов. Но слишком много витаминов, биодобавок и так далее. Чтобы здесь не было моментов интоксикации. По вопросам личной жизни. Динамика. Посмотрим, как для каждого из вас она отыграется. Так как все вы разные. Кто-то свободен, кто-то нет. Будем смотреть, как отыгрывается для вас событийный ряд. Итак, для тех, кто на текущий момент свободен. То здесь идет знакомство. Знакомство для большинства отыграется здесь на расстоянии. Но либо в поездках, в командировках. Причем такое динамичное, яркое. И активно здесь будет проявлять мужчина. Например, если меня смотрит мужчина, это вы будете проявлять инициативу. Если смотрит меня женщина, то по отношению к вам здесь будут проявлять инициативу, знакомство. Если у вас любовные треугольники, то здесь это желание победы, это желание конкуренции отсечь соперника, либо соперницу. По той простой причине, что это знаете, как отстоять свои права, свои интересы. Какими путями? Это же уже другой момент. Но здесь четкий расчет. Это холодный рассудок. Но вместе с тем очень такое динамичное достижение цели. То есть идти ва-банк, идти по трупам, идти по головам. Вот ваша цель и динамика в рамках этого месяца. Если же у вас стабильные связи, то здесь знаете, как для вас может быть тяжелая ноша. Потому что резкие перемены. Например, вы встречались в партнер, либо партнерша вас будут продавливать, давай съедемся. Либо, например, вы в быту партнер очень активен, а все бытовые обязанности на вас. То здесь знаете, как отношения, которые немножко вас нагружают или напрягают. Объясню почему. По пажу Пентакли, как здесь может отыграться? Если смотрит меня женщина, то это натянуть на себе все обязательства. Плюс может быть попасться товарищ такой инфантильный. Если смотрит меня мужчина, то барышня здесь будет на содержании у вас. Могу сказать так, будут утомлять запросы. Еще что здесь по этим картам. Это может быть утомлять напор партнера или партнерши по отношению к вам. Как слишком много эмоций, слишком много внимания. Это знаете, когда человек вас уже душит своим вниманием, заботой, любовью. И у вас появляется некая такая нотка раздражения. Что у вас относительно совета? Закрыться, абстрагироваться. В рамках этого месяца не принимать каких-то резких решений. Это знаете, как подождать, выждать, обдумать. Восьмерка мечей часто призывает не то, чтобы закрывать глаза на некую ситуацию. Если пока не можете решить некую проблему, абстрагируйтесь от нее. Отойдите в сторону. Все решится в свое время. Вот на это указывает карта. Вот об этом она говорит. Посмотрим сейчас, что у вас здесь в плане неожиданности данного периода. Как будет отыгрываться ситуация. Ну смотрите, что у вас здесь на повестке дня. Траты на поездку, переезд, смену места жительства, траты на покупку автомобиля, просто ремонт транспортного средства, каска, тюник, все что угодно. Плюс траты связаны с перемещением на новую работу, то есть на внеплановой командировке. Это может быть перемещение в рамках одного предприятия в новую филиалу с повышением заработной платы. Также это получение денежных переводов и новые заказчики издалека, то есть приток денег извне. То есть, например, вы можете вести свою какую-то деятельность через интернет, новый приход клиентской базы, увеличение вашего дохода. Вот об этом здесь идет речь. Еще что здесь может проходить, какая-то влюбленность, но чаще всего она здесь проходит на расстоянии. Если мы в целом с вами будем анализировать месяц, месяц для вас не является переломным, так как, смотрите, знаковые сферы, на которые нужно обратить внимание, финансовая сторона вопроса, здесь у вас старший аркан. В остальном же старший аркан у вас здесь падает только как допы. Поэтому месяц проходящий, не несущий таких каких-то знаковых кардинальных перемен, но вместе с тем, это как указание на то, что завершите какие-то недоработанные дела, какие-то свои задачи, чтобы в новый год вы вошли без лишнего груза, без лишней тяжбы. Об этом вам говорят карты. В остальном же месяц легких я не вижу, чтобы он вам нес какие-то разочарования, либо болезненные перемены. Слава богу, все ровно спокойно, это уже не может не радовать. В любом случае, мы вам перекроем данную ситуацию, данный расклад позитивными арканами, для того, чтобы у вас отыгрались только благоприятные аспекты и стороны расклада, а негатив отошел в сторону. Я от вас буду ждать обратной связи. Обязательно напишите мне, как для вас отыграется месяц, либо не отыграется. Вас же искренне я благодарю за просмотр. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч.